Всем здарова, снова я на GrandRP, второй сервер как всегда, и вчера тут вышло достаточно большое крупное глобальное обновление. Сегодня вам расскажу про него, посмотрим что добавили, что изменили, потому что нововведений реально очень много. И самого важного, наверное, что сразу же хочется отметить, это оставили подарки за каждые два отыгранных часа. Я обязательно их покручу за донат, посмотрю можно ли окупиться или нет, потому что, как вы помните, я крутил лотерею. На 25 тысяч рублей доната примерно, и мне выпало там тачек на 50 миллионов в общем. И тут, ну, я не знаю, типа, сколько нужно потратить доната для того, чтобы выпало опять же тачек на 50 миллионов. Пока что мне в любом случае кажется то, что лотерея, если вы накопили 25 тысяч, то это самый, типа, профитный, самый крутой вариант. Ну да ладно, короче, суть в том, что эти подарки оставили, это прям очень круто. На инкассаторах изменили зарплату, сделали ее в два раза выше, теперь инкассаторы получают 60 косрей долларов за час, но это работа с 20 левела. Я на этом аккаунте уже много времени наиграл, я из батл пасса получал уровни, так просто получал уровни. И у меня все равно 17-й, а работа инкассатора доступна с 20-го. Ну да, конечно же, опять же, новый батл пасс и новые, ой, не туда зашел. И новые кейсики с этими, с новыми автомобилями. Тут у нас Урус, Ламбо Перформанте, ЛП640, это, я так понял, Галарда, Гоярда, как ее там называют, Роллс-Ройс. И да, и вот еще, кстати, Авинтадор. Вот Авинтадорчик я бы очень хотел, если честно, только вот с 30 кейсов выпадет он мне или нет, это очень интересный вопрос. А остальные тачки, ну, уже не так сильно интересно. Кстати, разработчики что сказали про новые тачки, сказано было то, что старые автомобили забалансили в этой обнове. Кстати, давайте я посмотрю, с этой Ламбой сделали что-нибудь или нет, это очень важно. Потому что если она стала быстрее или медленнее, то это круто, то что реально все тачки забалансили. И вот сказали то, что новые тачки, имба, у них очень мощные двигатели стоят. Поэтому вот, какая-нибудь из новых тачек, мне в любом случае очень интересно посмотреть, как все-таки она будет ехать. По этой Ламбе, да по-моему, она едет точно так же, сейчас залью премиум топливо, на всякий случай поеду на трассу, проверю. Не, слушайте, Ламба едет точно так же, по-моему. Вот это очень интересно. Тут опять, видимо, на карте разбросали кучу всякой херни. Я, кстати, видел то, что в городе кран лежит. И что-то, видимо, это то ли забагалось, то ли что, потому что это никто не убирает. Почему-то, хотя должны. У меня еще на Ламбе страховки, разумеется, нет. Потому что она там тоже кучу бабла будет стоить. А здесь интересно, че. Ну, понятно, че. Хм, ну выглядит это очень странно. Зачем это сделано? Почему это никто не убирает? Непонятно. Видимо, типа новая работа. Короче, ладно, пошлите по чейндж логу все-таки. День рождения нельзя отмечать без подарков, поэтому за каждые два отыгранных часа вы сможете получить подарок нажатием клавиши М. Но это я уже вам показывал. А 10% там, вроде как, должны были оставить. 10% шанс на тачку. Да, 10%. Ну и тачки, блин, так-то, блин. Тут даже Атлантик, сука, есть. Это прям ультра жестко. Тут сено Макларен есть, да. Тут Фера 812 есть. Очень интересно бы было получить какую-нибудь из этих тачек. Короче. У всех, кстати, игроков появилась возможность ограбить банкомат. Для этого достаточно раздобыть набор отмычек. После взлома нужно будет подождать 5 минут возле банкомата, а затем попытаться удрать от прибывшего полицейского. Но, кстати, если бы у меня была Регера, знаете, от копов мне бы было очень легко сваливать, потому что она ехала 500, плюс мой фпс, плюс настройки хендлинга через дрифт мод. Я бы мог просто бесконечно грабить банкоматы. Если бы, типа, реально за мной устраивали погоню, это было бы весело. Меня бы ни один коп не смог, в принципе, догнать. А как тут реализовано, это непонятно. Полицейский получит бонус к зарплате 3000 долларов, если он успеет вовремя прибыть на место. А в случае удачного ограбления, деньги в размере 4000 сможет получить грабитель. Каждый банкомат можно грабить раз в час. А один игрок сможет ограбить не более трех банкоматов за час. Может быть, это будет неплохой вариант дополнительного заработка, например, ночью. Сразу, прям после рестарта, я не знаю, сервера, это было бы прикольно. Типа, мне кажется, копов ночью нет в такое время на сервере, хотя хуево знает, это надо все-таки проверить. Ну и в любом случае, смотрите, я начинаю грабить банкомат, сажусь в регеру, правда регеры у меня сейчас нет, и съебываю куда хочу, если вдруг приедут копы. Окей. В свою очередь, работа инкассатора стала самой прибыльной, поскольку зарплата на ней была увеличена в два раза. Однако, стать инкассатором можно будет только достигнув 20 уровня, за час можно заработать 60к. Но опять же, тут, да, кстати, челики написали, то, что иногда на ферме зарабатывается больше денег, благодаря семенам, которые выпадают. Но инкассатор немного повеселее, чем ферма. Там на инкассаторе хотя бы кататься нужно. Ну да ладно, это я тоже потом проверю. В мобильный телефон мы поместили журнал Forbes с множеством различных номинаций, которые мы будем постепенно добавлять. Рейтинги будут формироваться автоматически, а вот титульную страницу могут редактировать только сотрудники СМИ. Среди номинаций, номинация лучшей семьи по мнению игроков, конкурс красоты для обоих полов, самая опасная семья, лучший археолог, топ 100 богатейших игроков, игроки по убийствам по территории захвата в гетто, топ 100 прибыльных предприятий за неделю, топ 100 долгожителей штата и топ 100 меценатов. Очень интересно. Давайте качекнем телефон. Где это бы у нас найти? А, во, Forbes. Проверка, проверка. Так, Forbes у нас тоже пока что не работает. Лучший археолог, кстати, работает. 39 статуй у чувака. Топ 100, ну, не, 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 короче, нихуя не работает. Пока что ждем фиксов. А, я думал, можно будет еще посмотреть, сколько у людей денег. Скорее всего, тут должно показано быть, сколько у людей все-таки денег. Но вот оно забагалось. Самые прибыльные предприятия, магазин оружия, потом автомастерская, чип тюнинг. Забавно, магазин оружия, самое дорогое предприятие. О, кстати, долгожители. А, ну, 170 типа часов наиграно. Или 170 дней. Злой Ирландик. Так, ну, что-то работает, что-то все-таки нет. Ладно, хер с ним, с этим Forbes. Ждем, когда заработает. Добавили новый тип бизнеса, объект, который будет приносить владельцу 10 тысяч долларов каждый час. Эти деньги нужно ежечасно снимать со счета всего на карте. Это, короче, все сделано для поднятия онлайна, чтобы люди как можно больше времени проводили на сервере, в принципе. На объекты смогут нападать бандиты. Если атаку отбить не получится, бандиты получают 30 тысяч долларов. Это до хера вроде как. А бизнес будет заморожен на 3 часа. Ну, то есть, я как бы сам, если это мой бизнес, потеряю 3 часа времени. И требовать будет ремонт. Для ремонта владельцу придется нанять бригаду или лично устроиться на работу строителя. Забавно. В этом обновлении мы добавили прям много новых анимаций. Среди них появились анимации поедания попкорна, десятки новых танцевальных движений, 11 распальцовок для банд. Также появились анимации для расслабления мышц всего тела. Включается она по умолчанию на F10. А если кто не знает, что такое расслабление типа мышц, это очень фановая хуйня. Это типа вот, вы нажимаете F10, и у вас персонаж просто типа расслабляет все мышцы и такой, амеба, бля. Ну, короче, забавная хуйня. Всегда выглядит смешно, как персонаж падает. Обновление для кейсов. Теперь предметы, выпадающие из кейсов, будут сразу появляться в инвентаре. Если там нет места, то они будут отправляться через почту. Помимо этого, мы добавили новый кейс с масками. Некоторые из них могут понадобиться для создания более редких масок. Для семей появилось новое событие. Битва за рейтинг. Оно будет проходить в 8.50 каждый день в новых локациях. Правила битвы такие же, как на войне за бизнес. За победу семья получит 30 очков рейтинга. Эти очки суммируются на протяжении месяца, а потом обнуляются. Данный показатель заменит пункт легенды арены. Не знаю, что семьям за это дают. Ну и хуй с ним. Кстати, за победу в битве семей, владелец семьи помимо транспорта получит 3 случайно эксклюзивные вещи. Ок. Для полицейских мы добавили специальные ленты разных типов, чтобы они могли опечатать место преступления. Лента может натягиваться с помощью клавиши shift, а каждый сотрудник может использовать одну ленту за раз. Забавно. Видимо, короче, пытаются сделать так, чтобы полиции было побольше на сервере. В продаже появились переносные стулья. Вы сможете купить его и поставить где угодно. Однако не получится поставить больше одного стула. Перед выходом из игры не забудьте вернуть его в инвентарь, иначе он будет удален с сервера. Еще мы значительно улучшили синхронизацию стрельбы на аукционах. Теперь можно регулировать размер ставки. Ранее была возможность повышать ставку только на фиксированный шаг. Лидеры фракции телемогут юнинговать транспорт организации. Небольшая доработка по звуковому сопровождению. Мы реализовали возможность изменять громкости игроков и рации по отдельности. Также отключили звуки окружающей среды. Пение птиц, шум стройки, воя сирена, других ключей. О, это, кстати, прикольно. Ну как, кому-то может эта атмосферная нравится? Я не знаю. Я вот, если оно выключено, так и оставлю. Для сотрудников нацгвардии был поставлен отдельный бункер. Теперь, кстати, игрока без сознания можно вылечить без его согласия. Причем это могут сделать как медики, так и обычные игроки. Ок. Мы оптимизировали все DLC автомобили и добавили новые, среди которых Астон Мартин Виктор. Это, кстати, что за тачка? Что-то я не видел его. А, хуя себе. О, ничего себе. Стильно, модно, молодежно на самом деле выглядит. Ну, да. Не, мне определенно нравится. Бля, прикольно. Да, еще и выхлоп этот сбоку. Не, прикольно. Я не видел. Кстати, что это за Макларен 765? Пять. Ля какая. А что-то, блин, разрабы сервера настолько крутые тачки добавляют. Мне прям нравится. А, еще вот эту ламбу добавили, кстати. Я ее почему-то в кейсах не видел. Это, скорее всего, отдельно просто от той DLC-шки с тачками. Добавили еще одну DLC-шку с тачками. О, в донат-магазине появилось около 200 новых предметов, как для мужчин, так и для девушек. Крафт добавили. 56 новых рюкзаков третьего и четвертого уровня. В игре вас ждет весенний батл пасс. Батл пасс я тоже, разумеется, подкрываю кейсики, посмотрю, что с них можно залутать. А, ну и да. Да, да, да. Ламба едет точно так же, как она и ехала. Хотя, может, ламбу заранее уже изменили. Может, я как раз-таки ее взял, когда ее уже сделали не имбой. Ну и мне, кстати, да, в комментах написали то, что все-таки регера считалась как бы вообще ультра имбой на сервере. А я-то этого не знал, я ее к хуям продал. Теперь знаю, после того, как я ее уже продал. Ладно, это не мой основной аккаунт. На основе мне до регеры еще очень долго шагать, так сказать. Ждите следующих видосов. Там либо батл пасс пооткрываем, либо кейсики, либо этот. За два часа подарки в честь дня рождения. Кстати, поздравляю, сервер с днем рождения. Он 1 марта, по-моему, Деру Гранда. Всех люблю, всем спасибо, тоже смотрели. Всем пока, до скорых встреч, скоро увидимся.